Всем привет, вы на канале MobBiver. Выбираем доступный китайский смартфон. Что лучше купить, Meizu M6 или Xiaomi Redmi 4X? В чем отличие и какие преимущества у каждой модели? Мы постараемся разобраться. Также напоминаю, что при покупке в интернете нужно использовать кешбек. Ссылка в описании. Ну что ж, начнем. А начнем мы традиционно с внешнего вида смартфонов. Корпус у обоих смартфонов неразборный и выполнен из металла и пластика. У Redmi 4X задняя крышка алюминиевая с пластиковыми вставками сверху и снизу. У Meizu M6 корпус уже полностью пластиковый, хотя на первый взгляд может показаться, что он также металлический. А все из-за того, что на пластик нанесено металлическое напыление. Спорное решение, но кому-то оно нравится. У смартфонов скругленные углы, а переднюю панель закрывает 2.5D стекло, которое плавно переходит в корпус. Оба смартфона отлично лежат в руке. Качества сборки смартфонов нареканий почти нет. Щели минимальные. Люфт мы увидели только у M6. Хрустит задняя крышка. Внешне мне больше нравится Redmi 4X. А какой смартфон вам понравился больше? Поделитесь умением в комментариях. У Redmi 4X установлен 5-дюймовый IPS-экран с HD-разрешением и плотностью точек 294 ppi. У Meizu M6 используется 5,2-дюймовый IPS из Go с HD-разрешением и плотностью точек 282 ppi. Цветопередача, контрастность, насыщенность цветов и немного запас яркости лучше у M6. Углы обзора у экранов смартфонов равны. В тесте на касание оба смартфона распознают до 10 нажатий. По экранам мне больше нравится экран Meizu M6. Под экраном у Redmi 4X три навигационные сенсорные клавиши без подсветки. Также у Redmi 4X под кнопкой домой размещен индикатор уведомлений. А у M6 под экраном находится фирменная навигационная клавиша M-Touch, где прикосновение выполняет роль кнопки назад, нажатие кнопки домой, а запущенное приложение вызывается свайпом вверх, снизу экрана. По фото и видео возможностям смартфоны примерно равны. Основная камера у M6 с разрешением 13 мм, автофокусом и вспышкой. Сата-сила f2.2. У Redmi 4X камера также имеет разрешение в 13 мм, фазовый автофокус и светодиодную вспышку. Сата-сила f2.0. Видео смартфоны записывают в Full HD с частотой 30 кадров в секунду. В дневное время смартфоны снимают довольно неплохо, как для бюджетников, иногда даже получаются хорошие фотки. Днем смартфоны снимают примерно одинаково, а вот в ночное время про камеру лучше забыть. Снимают плохо оба смартфона. Но M6, как мне показалось, снимает еще хуже. По фронтальным камерам преимущество на стороне Meizu M6. Снимки получаются более четкими. Подпишение фронтальной камеры M6 составляет 8 мм, светосила f2.0. В Redmi 4X фронталка на 5 мм со светосилой f2.2. Оценить качество фото и видео вы можете на примерах. По основным камерам я бы отдал предпочтение Redmi 4X, а по фронтальным Meizu M6. Вы можете высказать свое мнение, кто снимает лучше, в комментариях или в подсказках, проголосовав за понравившийся смартфон. У Xiaomi Redmi 4X за быстродействие отвечает 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435. На ядрах Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц и графикой Dragon 505. А в Meizu M6 используется 8-ядерный Mediatek MT6750. На ядрах Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-T860. В синтетике и на практике производительность процессоров примерно равна. Но у Redmi 4X есть преимущества по графике. А тест играми на каждый смартфон смотрите в обзорах отдельно у нас на канале. Meizu M6 доступен в версии с 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ постоянной памяти. Тогда как у конкурента оперативной памяти может быть 2, 3 или 4 ГБ, а постоянной 16, 32 или 64 ГБ соответственно. Оба смартфона поддерживают карты памяти microSD до 256 ГБ. Но стоит помнить про гибридный лоток, если вы берете смартфон в минимальной конфигурации. А какой смартфон для работы или для игр купили бы вы себе? Делитесь свое мнение в комментариях. Оба смартфона работают на 7-ом андроиде, хотя изначально Redmi 4X выходил на 6-ом. Каждый из смартфонов имеет свою фирменную оболочку, Flame или MIUI соответственно. Оболочки у смартфонов существенно отличаются. И узнать о них больше можно из обзоров на каждый смартфон отдельно у нас на канале. В смартфонах предусмотрена установка двух сим-карт, которые работают в сетях GSM, 3G и OTM. При этом используется один радиомодуль. Претензий к качеству звонков нет, ни к одному из смартфонов. Качество разговорного динамика и микрофона хорошее. Чуть лучше себя показывает Redmi 4X за счет второго микрофона для шумоподавления. Слук внешнего динамика и в наушниках обычный, ничего выдающегося у обоих смартфонах. Модуль Wi-Fi у M6 лучше, двухканальный с поддержкой протоколов ABGN. У Redmi 4X одноканальный с поддержкой протоколов BGN. Bluetooth новее у Xiaomi, 4.2 Love Energy, а у M6 4.0 Love Energy. NFC у смартфонов нет. Также у Xiaomi есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой и FM радио, которых нет у Meizu. Место положения смартфона определяют с помощью GPS и GLONASS. Поиск спутников при холодном старте занимает до 1 минуты. Немного быстрее с этой задачей справляется Redmi. Аккумуляторная батарея у смартфонов несъемная. У Meizu M6 емкость батареи 3070 мАч, а у Redmi 4X на 4100 мАч. Преимущество по автономности не только на бумаге. M6 проживет при средних нагрузках сутки, а Redmi 3X около 2,5. В реальном тесте при проигрывании онлайн-видео по Wi-Fi сети на максимальной яркости и с максимальным звуком наушниках, M6 прожил около 5,5 часов, а Redmi 4X около 9 часов. Перейдем к выводам. И Xiaomi Redmi 4X, и Meizu M6 неплохие бюджетные смартфоны. Их можно рассматривать в покупке. А для экономии не забывайте пользоваться кешбеком. Итак, я бы выбрал Xiaomi Redmi 4X. И вот почему. У смартфона лучшая производительность и прекрасная автономность. По беспроводным подключениям смартфон мало чем уступает конкуренту. А в некоторых моментах и лучше. Тот же инфракрасный порт. Также у смартфона, как я считаю, лучшая основная камера. А чем выделяется Meizu M6? У смартфона отличный экран, быстрее модуль Wi-Fi и лучше фронтальная камера. Так что каждый может выбрать для себя подходящий смартфон. А какой смартфон понравился вам? Проголосуйте в подсказках. Не забываем про лайки и подписку. Также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Делитесь видео и каналом с друзьями. Всем удачи, добра и до новых встреч. Пока!